Так, народ, пока мы начнем разбирать сам план тренировок, для чего это вообще делается? Когда человек попадает до нас в зал на тренировку, это обычный человек, который лежал на диване в любом случае, або просто заходил на работу, он не спортсмен. Нужно это понимать. И мы кроссфит разделяем пока что на две части. Это соревновательный кроссфит и кроссфит для обычных людей, которые пришли привести себя в форму. Это очень важно. Это очень важно понимать. Потому что если вы нагрузите на обычного человека соревновательную программу, он до вас прийдет два-три раза и скажет, что оно все в жопу. Почему? Потому что это очень сложно. Вам нужно вспоминать свои ощущения, когда вы пришли на первую тренировку. Какая это была крепость, как это все было тяжело, как это все было невыполнимо. Те же самые выпады, выбросы или отшмани от пола. Я уже не говорю про подтягивания. Поэтому мы разбираем кроссфит и вводящая тренировка для обычного человека, который может быть в будущем станет кроссфитером выступать на соревнованиях. Но изначально это обычный человек, который пришел поправить свое здоровье и будет ходить до вас три раза в тиждень. Не больше. Вот вы знаете, чтобы заниматься и выступать на соревнованиях, нужно тренироваться порядка восьми-девяти раз. Это тонизирующий эффект. А когда мы готовимся до масштабного человека, то надо еще больше тренироваться. Поэтому мы разбираем только первый месяц, двенадцать тренировок. Я их постараюсь вам присылать и рассказать. Если вам что-то непонятно, сразу задавайте вопросы. Итак, приходит человек на тренировку, совсем не занимавшийся, практически не тренирующийся. Может быть в юности когда-то где-то что-то тренировался, но это было очень давно. Противопоказаний практически нет. Это очень важно. Потому что если у вас будут противопоказания, программа по ходу будет меняться. У нас там на доске есть шаблон тренировок. Вы, может, очень часто видели, когда мы людей тренируем, мы бежим туда и подивиться что-то. То шаблон, то не жива программа, которая написана. Индивидуально под каждого мы корректируем. Не можно взять вот так вот, как там написано, сдерти и потренировать человека, потому что у него есть противопоказания, есть свои цельности, есть свои особенности. Если, допустим, у человека грыжа в пояснице, ну уже там надо передавляться. Надо уже думать, потому что там тренировка с гирями уже будут отсиивать некоторые упражнения. Поэтому мы подобрали группу упражнений, которые мы считаем, есть простейшими и эффективнейшими. Зачастую, очень часто дают на тренировках по кроссфету сложные движения. Такие, как взятие штанги, рыбки штанги. Мы же эту пропаганду и эту методику не празднуем и не стараемся ее внедрять. Вы можете видеть, у нас клиенты не делают рыбок штанги. Вообще практически. Ну может кто-то там, когда мне долго тренируется, я научу рыбок штанги делать. Но изначально это идут элементарные гимнастичные упражнения и упражнения с гирями. Чуть-чуть гиревого спорта добавляем, буквально чуть-чуть, немного. Первая тренировка, она выглядит так. Приседания тут у нас идут, выпады, подтягивания, выбросы, стул, подъемы ног и планка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь упражнений, которые выполняются по подходам ніяких эмонов, ніяких таймеров, ніяких круговых тренировок, ніяких форкаутов, ніяких хамрапов, ніяких схем. Просто человек выполняет три подхода на приседании, с минутой паузы. И тут разбираются сразу ошибки, сразу корректируется техника. По ходу этой минуты отдыха, как вы засекаете на руке, допустим, мы разбираем ошибки, потому что они есть практически у всех. И их редко попадаются, когда человек приходит растянутый, классная техника. Зачастую надо хоть где-то что-то накорректировать. Дальше, выпады, то же самое, четыре, три, четыре подхода. Если вы видите, что человек, в принципе, ему особенно выпады, это сложные упражнения и очень часто после приседа идут сразу выпады, ноги сразу подкашиваются, вы даете чуть-чуть больше оптика и разбираете больше техники. Занимаете больше разговорами, больше вопросами наводящими, я не буду сказать, какие вопросы надо задавать, потому что это затянется на много дольше. Мы разбираем только начинку упражнений. Какие вопросы клиенту задавать, какие человеку вопросы задавать, это уже отдельный разговор. Итак, приседания, выпады, дальше подтягивания, потом выбросы. Подтягивания мы выполняем або на турнике, если я вижу, что человек не тяжелый, если человек в принципе подготовленный, то я могу сделать с ним на турнике на эспандере, но если я вижу, что у меня после выпадов человек плавает, и ему уже даже по внешнему виду я вижу очень сильную пропатию, даже, не дай бог, появится бледность, я буду подтягиваться на турнике. Но дуже любят барышни, які приходят на тренировки, допустим, они любят, когда, конечно, пришли на тренировку, и они 1 раз в жизни попотягивались. Это круто работает практически на всех клиентах. Ну, если только у тебя бедный клиент 140 кг, 100 кг, если там дуже много, то...